Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, согласны ли вы с мнением тех экспертов, которые утверждают, что решающими в этой войне будут предстоящие осень-зима? Да, у нас как раз вот это лето было для того, чтобы оценить ситуацию на фронте, оценить те резервы, которые имеет противник, и накопить свои резервы. У нас идет интенсивная учеба наших бойцов, мы тоже подтягиваем какие-то там вещи к фронту, поэтому есть надежда все-таки, что именно осень и покажет, как мы готовились, какое у нас желание, у нас желание очень большое, освободить свою территорию, поэтому будем смотреть действительно, что произойдет осенью-зимой. Виктор Николаевич, когда так называемая спецоперация начиналась, мы понимаем, что война, да, думали, что мы можем справиться на самом деле за более короткий срок, но вот нас втянули в войну, и мы уже полгода в ней находимся. Как вы считаете, почему так происходит? Потому что россияне показывают свое упорство, или потому что нам проще воевать на своей земле, и мы их выматываем, так сказать? Ну, мы действительно их выматываем, это изнурительная, это тактика изнурения противника, потому что у нас нет тех ресурсов, на которые может рассчитывать противник. И надо понимать, что мы имеем дело не с легким походом, а действительно с очень серьезным противником, который имеет и докопил резервы, он готовился к этой войне, у него есть какая-то своя мотивация, и все это в комплексе дает нам ту злость, которую проявляет противник именно по отношению к нам. Хотим мы или не хотим, но нельзя недооценивать агрессора, и у него есть огромные запасы вооружения, у него есть огромные запасы боеприпасов, и все это, несмотря на то, что эти вооружения уже устаревшие, но их очень много. И людской ресурс тоже у них есть, смотрите, они не объявляют мобилизацию, подтягивают резервы все больше и больше, но у них огромные проблемы, потому что они сами, всегда, когда сам воюешь, когда сам себе поставил такую цель, кого-то победить коллективного, ну, навряд ли это получится. Поэтому одна надежда на то, что наша поддержка будет усиливаться, со стороны наших партнеров будет идти больше вооружения. Понятное дело, что нам необходимо усиливать свои резервы и людские ресурсы. Поэтому все, что можно для победы, мы должны подтянуть, сконцентрироваться и понимать, еще раз скажу, что это все-таки очень долгая и длинная дорога, которую нам надо пройти. У нас просто нет другого пути, как идти вперед и победить, потому что нам отступать просто действительно некуда. Мы на своей земле. Продолжение этого интервью смотрите на канале Freedom.Mnение. Мы открыли новый YouTube-канал, где публикуем интервью с самыми авторитетными экспертами. Подписывайтесь. Увидимся.